Перед этими людьми крошатся самые прочные металлы. Все, что мы называем металлоломом, поступает на предприятие Белфтормед. Здесь режут, прессуют, а после отправляют в новую жизнь. 90% на белорусский металлургический завод в Жлобине, где такое сырье в цене. Работа, конечно, для сильных и телом, и духом. И одна из главных задач ежегодного соревнования как раз проверить, железные ли нервы у металлургов. Главные напарники сотрудников этого производства – машины. Вот это за раз поднимает сотни килограммов металла. Конкурсанты знают, как укоротить гиганта, и не только маневрируют на маленькой территории, но даже играют в кегли. Тут больше соревнования нервов, чем профессионализм. Потому что мы и так же, что отбор был лучший. Так что тут больше нервы. А на соседней площадке новая полоса препятствий. И чтобы ее пройти, даже хорошему специалисту нужно тренироваться несколько месяцев. Во-первых, змейку надо движение делать. Мы змейку-то в рабочем положении как бы это не обязательно. А точность подъезда, перемещение груза, разгрузка-погрузка – вот эта точность требует очень высокого. Они должны заставить железную руку, созданную поднимать сталь, практически с нежностью строить пирамиду из резиновых шин. Провести маленькие предметы по лабиринту, и главное – сделать все легко и изящно. За манерой исполнения заданий пристально следят судьи. Одно неосторожное движение – махнул грейфером влево-вправо, он может нанести вред оборудованию, и, не дай бог, конечно, люди рядом. Поэтому вот этот элемент, он именно оттачивает, показывает профессионализм водителя-перегружателя. Всем хочется победить. Это нормальное человеческое желание. И от такого желания летят искры в самом прямом смысле. Еще одно испытание уже для резчиков. Их здесь называют ювелирами по самому прочному металлу. Для комиссии за считанные минуты подают нарезку из железнодорожных рельсов, чем впечатляют даже маститых металлургов. Мы очень гордимся. У нас для этого и стимулы хорошие для сотрудников. Они стремятся попасть на эти конкурсы. Это праздник. Дань уважения к человеку труда. Идет обмен опытом. Это популяризация рабочих профессий среди молодежи. Сегодня в соревновании впервые приняли участие металлурги из разных городов России. Коллеги показали хороший уровень в мастерстве, но опередить наших специалистов по скорости не удалось никому. Обещали встретиться в следующем году. Ведь профессия обязывает сохранять и железную волю к победе. Анна Волковец, Александр Власов. Наши новости ОНД.